Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. В сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим такие четыре блока. Первый блок – это торговые рекомендации на предстоящую торговую неделю для вас. Второй блок – это разбор предыдущих торговых идей, которые вы от меня получали публично в прошлом моем видеообзоре. Третий блок – это торговые сигналы, которые подписчики от меня получали в закрытом вип-канале. И четвертый блок – среднесрочная торговля, среднесрочные торговые сигналы, которые я сопровождаю в закрытом канале и, соответственно, которые получили от меня подписчики в закрытом моем вип-канале, вип Марией Кухтай. Ну что ж, ребята, давайте начнем с первого блока торговой идеи на предстоящую торговую неделю для вас. И я бы хотела начать сегодня с фондовых индексов. Фондовые индексы и криптовалютный рынок – это те торговые рекомендации, на которые сегодня буду делать ставку. Да, в принципе, не только сегодня, но и на предстоящей торговой неделе. Почему? Потому что по некоторым инструментам из этих блоков у нас сформировались неплохие торговые паттерны, которые можно отторговать, на которых можно заработать. И, соответственно, неплохие торговые у нас направления сейчас присутствуют как по фондовым индексам, так и по криптовалютному рынку. Ну, прежде чем я приступлю к торговым медиям для вас, я бы хотела отметить такой момент, что точки входа, ребят, точки входа в моем закрытом канале. То есть вы должны четко понимать, что в видеообзорах вы получаете направление по инструментам. То есть я смотрю закрытие дневочек в пятницу, и на выходных я определяю рынок с позиции направления. То есть это очень важно. Почему? Потому что на самом деле есть три позиции на рынке, которые трейдер может применять в своей, скажем, ежедневной практике. Первая позиция – это, значит, вне рынка и понятное направление. То есть если мы можем определить направление по инструменту, но нет точки входа, мы пока вне рынка, до тех пор, пока определится точка входа по инструменту. Это первое направление. Второе направление, второе, значит, наша торговая позиция на рынке – это вне рынка и не можем определить направление. В силу того, что рынок еще не доформировал какие-то торговые моменты, еще не доформировал какие-то торговые паттерны, соответственно, нам нужно еще подождать больше информации для того, чтобы можно было понять как направление, так и определить соответствующий паттерн для того, чтобы найти в нем точку захода. И, соответственно, третий наш торговый принцип, третий торговый принцип на рынке – это торгуем. Ребята, торгуем только тогда, когда, во-первых, есть полностью сформировавшийся паттерн, это первое, и второе – это если в этом паттерне мы видим точку входа. То есть полностью вся комбинация присутствует для того, чтобы определять направление по инструменту и определять соответствующую точку входа в сторону этого направления. Поэтому это очень важно, вы должны это четко понимать, четко различать. В видеообзорах я акцент сделаю на направлении по инструментам, но точки входа, точки входа и куда нужно ставить стоп-лоссы, когда нужно открывать сделочки, как сопровождать торговую позицию и остальные нюансы по управлению открытой торговой позицией я даю в закрытом своем канале VIP Мария Кухта. Поэтому, ребят, сегодня вы получаете направление по инструментам, рекомендуемое направление от меня, и уже вы должны сами-сами определять, когда открывать сделку, когда закрывать сделку, как сопровождать торговую позицию. То есть если вы используете мои публичные видеообзоры, все это вы должны делать самостоятельно. Альтернатива – это если вы подписываетесь на мой закрытый телеграм-канал VIP Мария Кухта, где я полностью сопровождаю все свои торговые позиции. Не только сопровождаю, но и даю торговые рекомендации, даю торговые сигналы, показываю, куда нужно выставить стоп-лоссы и так дальше. Все эти моменты по управлению торговой позицией, по сопровождению торговой позицией и по открытию торговой позиции, соответственно, вы получаете в моем закрытом телеграм-канале. Еще альтернатива – если вы будете проходить у меня обучение, все это вы будете также получать от меня. Каким образом? А таким, что все мои ученики автоматически попадают в мой закрытый телеграм-канал VIP Мария Кухта, и, соответственно, они полностью видят мою работу по торговым сигналам, полностью видят мою работу по анализу рынка. Я бы сказала, даже не рынка, а рынков. Почему? Потому что я анализирую не только валютный рынок, но и криптовалютный рынок, фондовый индекс, металлы, товарно-серийевой рынок, фондовый рынок. В принципе, все рынки анализирую, потому что все рынки формируют торговые позиции одинаково, формируют торговые позиции в соответствии с торговыми графическими паттернами, которые я использую, исходя из принципов моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Поэтому, ребят, если интересно, вы можете подписаться на мой закрытый канал, либо оформить у меня обучение, и все эти моменты вы будете от меня получать. Поэтому это было вступительное слово. Для чего? Для того, чтобы четко понимали, чтобы вы четко понимали мой принцип работы публично. То есть я публично даю торговые направления, а уже точку входа вы должны, ребят, сами определять. То есть направление по инструменту видно, направление по инструменту можно определить, исходя из дневных каких-то моментов, а точки входа уже непосредственно либо в моем закрытом канале для подписчиков и для учеников, либо уже вы делаете это все самостоятельно. Поэтому вам решать. Итак, давайте приступим сейчас к первому блоку, к первому блоку сегодняшнего обзора, и это торговые рекомендации на предстоящую торговую неделю для вас. Ребят, начнем с фондовых индексов и S&P и NASDAQ. Мы сегодня посмотрим, каким образом S&P и NASDAQ сформировали торговые паттерны. Я сейчас расскажу. Сейчас расскажу, что интересного по данным фондовых индексов у нас сформировалось. Но еще раз отмечу, что пока в закрытом канале по S&P мы удерживаем покупочку от 24 марта. Здесь мы покупали среднесрочный S&P, но это вы все увидите в четвертом блоке, то сейчас я на этом не буду останавливаться. Сейчас я расскажу текущую картинку по данному инструменту. Но тем не менее, в закрытом канале сейчас я точки входа для открытия покупок с текущих не вижу, то есть нужно еще будет подождать. Но направление, понятно, направление лонговое. И давайте рассмотрим текущую картинку по фондовому индексу S&P 500. Ребят, фондовый индекс S&P 500 на самом деле замечательно сформировал лонговый паттерн. Это текущий лонговый паттерн, который позволяет определить дальнейшее направление по данному инструменту как лонги. Почему лонги? Потому что есть защитный лонговый импульс от 29, 30 и 31 марта. Три дня довольно хорошего роста, после чего небольшая коррекция, перекрыть коррекции. Немножечко у нас здесь была попытка уйти вниз 12 апреля. Но нет, ребят, нет. Перекрылись шорты, перекрыли все коррекции по S&P 500. И пятница, пятница 14 апреля у нас показала удержание и этого перекрытия. То есть, в принципе, все предпосылки для того, чтобы дальше двигаться на север у нас присутствуют. Ну, сейчас какой вопрос у нас определяющий на текущий момент? Это вопрос точки входа. В чем проблема, ребят? На самом деле, если вы будете сейчас с текущих покупать индекс S&P 500, нужно на стоп-лосс выставить, ну, как минимум за защитный импульс перекрывающий. И это импульс от 13 апреля. То есть, за минимум данного импульса нужно выставить стоп-лосс. Если вам позволяет риск-менеджмент, если вам позволяет ваша торговая стратегия, в принципе, вы это можете сделать, можете купить с текущих. Но пока я не буду своим подписчикам рекомендовать открывать, дооткрывать, вернее, ланги по S&P. Мы удерживаем, как я уже сказала, S&P среднесрочный еще с 24 марта. То есть, мы здесь покупали и среднесрочный удерживаем 40% позиции на покупочку. Чуть позже, в четвертом блоке, расскажу более подробно об этой торговой позиции среднесрочной. Но, тем не менее, что касается текущей картиночки, на что стоит обратить внимание. То, что еще есть вариант до набора торговой позиции в рамках вот этого защитного движения, перекрывающего движение от 13 апреля. Каким образом? А тем, что индекс S&P 500 еще может здесь донабирать торговую позицию, доформировать чаланговый паттерн. И таким образом, если вы будете покупать с понедельника, если вы будете покупать индекс с текущих, вы в моменте можете находиться в небольшой просадке. То есть, если вас это устраивает, если вас устраивает такая картинка, вы можете купить и ожидать дальнейшего роста. Почему? Да потому что направления сейчас понятны. Но конкретно точка входа меня пока не устраивает в силу того, что очень высоко мы находимся от уровня поддержки. А текущий уровень поддержки, на который стоит обращать внимание, 40-90 ценовая зона, на которую у нас здесь произошла локальная реакция на прошлой торговой неделе, которую мы здесь удержали, в принципе, и от которой мы сформировали лонговые перекрытия 13 апреля. Поэтому, ребят, пока текущая ситуация лонги, но не исключаю вариант локальной коррекции, как я только что озвучила. Вы должны это четко понимать. Если будет рынок уходить на коррекцию, это не значит, что мы каким-то образом отменили наш лонговый сценарий. Нет, лонговый сценарий будет в силе, даже если мы будем уходить на более глубокую коррекцию. Тем не менее, отмена лонгового сценария, чтобы вы четко понимали, это пробитие и закрепление ниже поддержки 40-75. Минимумы коррекции, которые мы видели после заходных лонговых импульсов, которые были до этого. То есть, если будет S&P пробивать эти минимумы, закрепляться ниже, в таком случае у нас произойдет отмена лонгового сценария, и мы с вами будем уже рассматривать альтернативу. Пока этого не произойдет, у нас только лонговые настроения по данному фонду Мейнексу. Но еще раз отмечу, что точка входа – точка входа, и это такой специфический момент, который требует очень тщательного анализа, очень тщательного отбора. Сейчас настроение по S&P лонговое, но стоп-лосс нужно выставить побольше, потому что не исключаю вариант и локальной какой-то коррекции в рамках основного перекрывающего движения от 13 апреля. NASDAQ. Ребят, фонд Вейнекс NASDAQ. Давайте посмотрим. Но на самом деле по NASDAQ ситуация чуть получше. Чем получше? Да тем, что у нас здесь, в принципе, уже есть на текущий момент сформированная торговая позиция, сформированная точка входа для того, чтобы открывать покупочки. Смотрите, перекрывающие движения от 29, 30, 31 марта, точно так же, как и по S&P, перекрытие у нас произошло, защитное движение, вернее, у нас произошло по данному фондовому Мейнексу, после чего коррекция до поддержки 12, 900, откатная зона поддержки, продолжительная консолидация выше, такая локальная попытка уйти вниз, локальная попытка сажать цену вниз, но нет. Вот здесь немножечко насторожила вот эта, конечно, картинка, вот эти две дневочки по NASDAQ 11 и 12 апреля. Ну, нет, видите, перекрыли коррекцию, перекрыли коррекцию в четверг, 13 апреля, и пятница, в принципе, подтвердила это перекрытие. Что это значит? Это значит, что NASDAQ у нас дальше собирается двигаться на север, с целью на пробитие сопротивления 13, 200 и выше. То есть можно NASDAQ покупать с текущих. Вот здесь уже более-менее хорошая картинка у нас сформировалась. Стоп-лосс в данном случае нужно выставить за минимум перекрывающей дневочкой 13 апреля, то есть 12,800 примерно ценовая зона, и ожидать дальнейшего хорошего импульсного выброса на север в сторону лонговой тенденции, которая у нас образовалась уже, можно сказать, среднесрочно по данному фондовому индексу. Поэтому, ребят, NASDAQ лонги в сторону тренда от текущего паттерна. Здесь уже есть хорошая комбинация. То есть если сравнить с S&P, который сейчас находится на максимумах, NASDAQ чуть получше. NASDAQ уже, в принципе, доформировал торговую позицию для лонгов. NASDAQ еще не показал импульсное движение с текущего накопления. Поэтому NASDAQ спокойно можно покупать. Выставляем стоп за минимум четверга прошлой торговой недели и ожидаем хорошего импульсного выброса на север в сторону лонговой тенденции, которая у нас образовалась за последние несколько торговых месяцев по данному фондовому индексу. Ну что ж, ребят, по фондовым индексам это все. То есть торговые рекомендации S&P и NASDAQ вы от меня получили. Моменты, на которые стоит обратить внимание, я тоже сказала. То есть возможно, возможно, в закрытом канале буду NASDAQ покупать с понедельника. Пока у нас еще нет торговой позиции по фондовому индексу NASDAQ. S&P у нас еще висит 40% позиции на покупочку. Среднесрочная еще ранее, в марте мы покупали, потом расскажу. А вот NASDAQ, возможно, возможно, посмотрю на локальное накопление, на локальную консолидацию с понедельника и, возможно, буду открывать покупочки по данному фондовому индексу в ВИП-канале. Так, и еще несколько интересных инструментов, на которые я бы хотела обратить внимание. Это криптовалютный рынок, ребят. Ripple. Ripple, давайте посмотрим, значит, что интересно сейчас по Ripple. Значит, следующая торговая рекомендация для вас – это Ripple, который вы можете торговать не только на криптовалютных биржах, но так и на обычных, значит, в обычных брокерах, да, вы можете торговать и этот криптовалютный инструмент. В принципе, все брокеры предоставляют возможность, большинство, вернее, брокеров предоставляют возможность торговать и этот криптовалютный инструмент. То есть не обязательно торговать этот инструмент на криптовалютных биржах, можно и в обычных брокерах открывать сделочки по Ripple. Но нужно смотреть обязательно на спреды. То есть обязательно смотрите на размер спреда. Если устраивает, если этот размер спреда соответствует всем параметрам вашего торгового алгоритма, спокойно можете открывать покупки. Почему? Потому что я советую работать на покупочку по Ripple. Это следующая торговая идея от меня для вас. На предстоящую торговую неделю по Ripple у нас здесь сформировалась замечательная комбинация позиций. Это комбинация, которая включает в себя все необходимые элементы для определения торгового паттерна, лонгового торгового паттерна. Есть защитное и заходное движение, которое у нас произошло 27, 28 и 29 марта, лонговый импульс, и после чего попытка уйти на коррекцию. То есть здесь у нас такая, скажем, несколькофазная коррекция произошла. Я бы сказала, трехфазная коррекция, да, мои ученики знают, что это такое, и как нужно перекрывать такие коррекции, то есть каким образом нужно такие коррекции перекрывать. Но на самом деле здесь у нас сформировались все необходимые элементы для перекрытия этой трехфазной коррекции. У нас здесь, в принципе, перекрытие произошло тоже несколькими фазами, что очень хорошо, что, в принципе, показывает и подтверждает перекрыть по Ripple, что, в принципе, определяет дальнейшие лонговые направления по данному криптовалютному инструменту. Поэтому следующая торговая рекомендация для вас – это покупочки по Ripple. Можно покупать секущих, ребят. Стоплос выставляем примерно на ценовой отметке 49,60 за минимум откатные коррекционные дневочки, которые мы с вами видели, 12 апреля, и ожидаем дальнейшего хорошего выброса на север в сторону лонгового паттерна, который сейчас у нас образовался за последние торговые недели, и в сторону, в принципе, тренда, тренда краткосрочного, который образовался за последние, скажем, полтора торговых месяца, в принципе, полтора торговых месяца по данному криптовалютному инструменту. То есть здесь у нас присутствуют все лонговые предпосылки, все перспективы для дальнейшего движения на север с целью на прорыв максимумов месяца марта и выше. Сопротивление 0,5620, следующий уровень сопротивления 0,582530. Я думаю, что мы эти ценовые уровни будем очень легко пробивать, потому что дальнейшая ситуация определяется текущим лонговым паттерном. Текущий лонговый паттерн подтверждает лонговые настроения по риплу, подтверждает то, что действительно у нас здесь замечательная лонговая перспектива присутствует, поэтому рекомендую открывать покупки с текущих целей на прорыв сопротивлений, которые я обозначила, и выше. То есть я думаю, что мы очень скоро обновим максимумы предыдущего месяца и дальше будем двигаться на север в сторону лонговой тенденции, которая у нас образовалась по данному криптовалютному инструменту за последние несколько торговых недель. Так, еще я бы хотела обратить внимание на такую криптовалюту, как ANKRUSDT. Значит, этот криптовалютный инструмент примечательный тем, что, во-первых, в закрытом канале мы сидим в покупках по этому криптовалютному инструменту, но не только в закрытом канале, но также и в открытом телеграм-канале. Я сегодня своим подписчикам продублировала сигнал на покупочку. То есть мы, когда я рекомендовала открывать лонги, были еще в минусовой зоне. Кому интересно, можете посмотреть в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, посмотрите мой сегодняшний торговый сигнал на покупку данного криптовалютного инструмента. И сейчас мы уже, смотрите, около 4% плюс. То есть, в принципе, неплохо локальной интродэй отрабатываемся. Тем не менее, я вам также рекомендую открывать покупки по данной криптовалютной монете ANKRUSDT. Значит, можно пробовать открывать из текущих. Возможно, у нас еще небольшая какая-то коррекция произойдет. Но тем не менее, тем не менее, в открытом канале, как я уже сказала, сегодня подписчики получили от меня торговый сигнал по очень хорошим ценам. Поэтому вы тоже подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер и будете получать от меня торговые рекомендации тогда, когда рынок будет это показывать. То есть, по хорошим ценам можно будет открыть соответствующие сделочки. Сейчас мы уже плюсуем, ребят. Сейчас подписчики уже у меня зарабатывают и в закрытом канале, и в открытом канале. Мы зарабатываем на покупке по данной криптовалютной паре. Поэтому также подписывайтесь и будете получать вовремя от меня торговые рекомендации. Тем не менее, торговая рекомендация в силе. Торговые рекомендации смотрятся на покупочку. Если говорить о уровнях поддержки, то я бы хотела отметить уровень поддержки 0,03,450. Здесь мы остановили коррекцию после локального перекрытия. То есть, перекрытие, которое произошло 4 и 5 апреля. Коррекция вниз. Но не получилось у нас обновить минимум перекрытия. Мы показали локальную реакцию наверх. Все эти моменты, я рассказываю на курсах обучения, мои ученики знают, что такое перекрытие, что такое двойное перекрытие, что такое формация, формация и так дальше. На самом деле здесь было несколько формаций-формаций в этом криптовалютном инструменте. То есть, если мы будем анализировать комплексно вот эту всю часть графика, вот эту всю большую часть графическую по данному криптовалютному инструменту, мы с вами здесь увидим несколько формаций-формаций. На самом деле формации-формация усиливают наш торговый сигнал, усиливают наш торговую сделочку. Да, в принципе, что и закономерно мы сейчас с вами видим. То есть, лонги, только лонги по данной криптовалютной паре с целью на пробитие максимума, который мы с вами видели 1 апреля, то есть в начале текущего месяца и выше. Все дальнейшие предпосылки для того, чтобы двигаться на север по ANKRUSDT у нас присутствуют. То есть данную криптовалютную монету я советую покупать. Стоп-лосс в данном случае можно выставить за минимум коррекции, которую мы с вами видели, в районе 0.03.390. Ну, по крайней мере, я своим подписчикам рекомендовала сюда выставлять стоп-лосс. Ну, как я уже сказала, мы покупали по привлекать более привлекательным ценам, да, нежели сейчас мы находимся. То есть уже около 4% плюс у нас сейчас имеется по данному криптовалютному инструменту. Тем не менее, тем не менее, лонговые настроения сохраняются, лонговые перспективы в силе, и вы также можете покупать данную монету и на этом зарабатывать. Так, и еще бы хотела обратить внимание на MATIC-USDT. Ну, в принципе, тоже растем, тоже растем, ребят, но тем не менее. Тем не менее, паттерн замечательный, паттерн, который в себя включает тоже несколько здесь формаций. В формациях несколько подтверждающих моментов по MATIC-USDT у нас здесь присутствуют, поэтому только покупочки. Уже растем краткосрочно, тем не менее, если говорить о дальнейших перспективах, то дальнейшие перспективы у нас более среднесрочные. Первая цель – это пробитие сопротивления 1,2490 максимум, который с вами видели в марте, значит, в середине марта и выше. Если будем пробивать эти максимумы, у нас открывается свободная перспектива для роста, то есть свободное такое пространство для того, чтобы дальше двигаться на север, по данному криптовалютному инструменту у нас здесь присутствует. Обратите внимание на замечательную ланговую комбинацию, мои ученики знают, и я думаю, что тоже увидят здесь хорошие перспективы для роста по данному криптовалютному инструменту. Здесь у нас замечательные комбинации сформировались, замечательные комбинации, которые позволяют определить дальние шланговые настроения, и я вам также советую работать в лонг по данному криптовалютному инструменту. Так, ребят, с первым блоком мы с вами закончили, это были свежие торговые рекомендации для вас по фондовым индексам и по криптовалютному рынку, и теперь давайте перейдем к второму блоку. Второй блок, значит, это анализ моих предыдущих торговых рекомендаций, тех торговых рекомендаций, которые вы получали от меня на прошлой торговой неделе, и я напомню, что на прошлой торговой неделе я вам рекомендовала открывать, значит, покупки по евро-доллару, продажи по дикси, по доллар-франку, и покупки по фондовым индексам S&P и NASDAQ. Как вы уже могли видеть, S&P и NASDAQ у нас остаются в силе, то есть на текущей торговой неделе, на предстоящей, вернее, торговой неделе. S&P и NASDAQ у нас подтверждают лонговые настроения, и, в принципе, можно дальше работать в лонг по данным фондовым индексам. И давайте валютной рынок посмотрим, значит, начнем с индекса доллара. Что по индексу доллара примечательно, ребят? Смотрите, индекс доллара рекомендовала открывать на продажу. Я хочу напомнить, что все публичные обзоры вы сами можете видеть, сами можете не постфактум видеть мои торговые рекомендации, которые я записываю и выкладываю на своем открытом YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Вы также можете подписаться на мой канал в YouTube и получать от меня торговые рекомендации. Публичные, бесплатные торговые рекомендации, которые вы можете использовать в своей торговле. Но, как я уже отмечала, нужно ждать точки входа, ребят. То есть торговые рекомендации я даю, исходя из тех моментов, которые у нас сформировались на графике, но непосредственно точки входа нужно смотреть очень тщательно, отбирать, потому что нужно понимать, где еще нужно ждать коррекцию, где можно покупать в текущих. Эти все моменты вы должны понимать, а если не понимать, я вам в этом могу помочь. То есть вы можете ко мне обратиться, либо можем в индивидуальном формате поработать, либо можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал, где я буду полностью показывать вам точки входа, где нужно покупать, где нужно ставить стоп-лосс, где нужно фиксировать часть позиций, как сопровождать сделочку и так далее. То есть все эти моменты вы от меня будете получать в моем закрытом телеграм-канале. Ну, либо в индивидуальном формате, если обратитесь ко мне, я попробую вам помочь с точками входа и с другими моментами в определении рынка и соответствующих торговых формаций. Итак, на моем YouTube-канале вы бесплатно, получается, в открытом доступе торговые идеи. Вот торговые идеи прошлые. Форекс и S&P 500, но здесь еще NASDAQ. То есть если интересно, посмотрите, посмотрите мои торговые рекомендации. Все, не постфакт, но то есть направление я определила правильно. Евро-доллар покупки, индекс доллара продажи, доллар-франк продажи, S&P покупки и NASDAQ покупки. Ребята, давайте начнем с индекса доллара. И индекс доллара, значит, закрывается дневочка пятницы. Я говорила о том, что есть поджатие наверх, то есть на это обязательно мы обращаем внимание, когда открываем сделки. Мои ученики знают, что это такое, то есть мои ученики знают, как торговать, вернее, не торговать поджатие, если мы рассматриваем потенциальные шорты. То есть поджатие – это тот момент, который обязательно нужно перекрывать. Если нет перекрытия, соответственно, сделочка у нас не будет открываться, соответственно, ситуация не торговая. Поэтому поджатие было под дикси, поджатие сработало. Смотрите, понедельник у нас открывается, и неплохой такой локальный импульс наверх. Импульс наверх, что это значит? Да, ну, когда мы находились на этом импульсе, пока это ничего не значило. То есть мы сработали в сторону поджатия наверх. Но где была точка входа? Точка входа была, в принципе, после перекрывающего движения. То есть перекрытие во вторник, закрытие дневочки. С хорошим таким сжатием вниз на дневном таймфрейме реакция на сопротивление 102.3. Это значит, что дикси у нас показала реакцию на тот уровень, о котором я говорил на обзоре, на сопротивление, и соответствующая шортовая реакция у нас произошла. Значит, среда, четверг, новые очередные минимумы по индексу доллара в сторону как краткосрочной тенденции, так и более длительной среднесрочной тенденции, которые у нас здесь присутствуют по данному инструменту. Поэтому, если вы использовали мои торговые рекомендации, если вы шортили индекс доллара, вы должны были четко понимать, что в момент, когда рынок поджатий, не нужно было шортить, а шорты можно было открывать после шортового перекрытия. То есть, тем не менее, для своих подписчиков я даже этот момент не определяла в закрытом канале. То есть, в закрытом канале я на прошлой торговой неделе работала исключительно с австралийским долларом и с новозеландским долларом. То есть, ни дикси, ни евро я не применяла в своей торговле на прошлой торговой неделе, да и, в принципе, в сигналах торговых тоже. Поэтому, ну почему? Ну, потому что, на самом деле, ждала здесь еще подтверждение перекрытия. Тоже мои ученики знают, что такое подтверждение перекрытия. Каким образом здесь нужно было ждать подтверждения. Все эти моменты рассказываю на курсах обучения. Поэтому, ребят, здесь еще ждала одну дневочку, хотя бы одну дневочку, для того, чтобы дальше можно было открывать шорты по дикси. Тем не менее, торговая идея, которую я вам предложила, предложила публично, предложила на прошлых выходных, себя замечательно отработала. Смотрите, какие хорошие две дневочки здесь у нас произошли на снижении. Среда, четверг, новые очередные минимумы. И, как я говорила в обзоре, мы пробили минимумы. Предыдущие, которые мы с вами видели в текущем месяце, в месте апреля, и закрепились ниже. То есть отработка шикарная. Направление определила правильно. Точку входа, как я уже сказала, нужно либо самостоятельно искать, либо подписываться на мой закрытый телеграм-канал, для того, чтобы от меня получать точки входа по тем идеям, которые вы получаете от меня публично. То есть точки входа – это отдельный момент, на который я всегда обращаю внимание. Вот из текущих рекомендаций вы уже услышали, по каким инструментам можно заходить, с текущих, по каким инструментам нужно еще ждать, по каким инструментам видно направление, но еще нет точки входа. Все эти моменты я озвучила сегодня. И давайте перейдем к следующему торговому инструменту, торговой рекомендации, которую от меня получали на прошлой торговой неделе, и это покупка по евро. Ребят, то же самое, что и по индексу доллара. Посмотрите, евро-доллар пятница, 7 апреля закрывается. Здесь еще было немножечко такое давление вниз, на которое я обратила ваше внимание. То есть я сказала свое мнение по поводу евро, я сказала, что еще у нас есть возможность уйти немножечко на коррекцию, немножечко в сторону вот этого давления, что мы, в принципе, и сделали. Понедельник у нас показывает движение вниз по евро, в сторону вот этого сжатия социально вниз на дневном таймфрейме. Но, тем не менее, в сторону тенденции локальной, в сторону защитных импульсов, которые у нас произошли 3 и 4 апреля по валютной паре евро-доллар, в эту сторону евро у нас шикарно отработалось. Замечательные движения на север, лонговое перекрытие, которое произошло 11 апреля во вторник, и среда, четверг новые шикарные импульсные максимумы по валютной паре евро-доллар. Поэтому, ребят, замечательная отработка моей публичной торговой рекомендации по валютной паре евро-доллар на покупку. Замечательная отработка, на которой вы могли отлично заработать. Тем не менее, в закрытом канале, как я уже сказала, я работала с австралийцем, новозеландцем, то есть, в принципе, эти инструменты тоже неплохо показали импульсные движения наверх, чуть позже, в третьем блоке, когда буду рассматривать мои торговые рекомендации закрытого канала, об этом расскажу, и сакцентирую внимание на свои торговые сигналы. Так, евро. Значит, евро – замечательная отработка, новые максимумы, новые импульсы, мы с вами видели. Среда, четверг на прошлой торговой неделе, шикарный лонг. Почему? Да потому что закономерный лонг. Здесь не было дилеммы в защите. Вы знаете, что моя стратегия называется защитный трейдинг. Почему защиты? Потому что защита определяет дальнейшее направление по инструменту. Правильно определенная защита дает возможность правильно определить рынок. Если вы правильно определяете защиту, 80% отработки в сторону защиты у нас происходит. Все это знают мои ученики, все это рассказываю на курсах обучения. Все это подтверждаю не постфактум торговыми сигналами в закрытом канале. Вы все сами можете это видеть, если подпишетесь на мой закрытый телеграм-канал Вик-Мария Кухта. Поэтому шикарный лонг по евро, закономерный лонг по евро, закономерная отработка торгового паттерна, который здесь образовался, перекрытие коррекции, то есть коррекции локальной. Мы перекрыли эту коррекцию и показали закономерные, отличные импульсные движения наверх. Евро шикарно отработал мой публичный прогноз на покупку. Доллар-франк. Давайте посмотрим доллар-франк. Что сделал доллар-франк, ребят? Ну на самом деле доллар-франк просто замечательный пролив вниз. Честно говоря, я сама не ожидала, что у нас произойдет такой шорт, даже несмотря на то, что не было какой-то более глубокой коррекции, какой-то более сильного до набора торговой позиции. Смотрите, получается у нас пятница закрылась 7 апреля, вот пятница закрыта, дневочки весила, то есть три дневочки консолидации. Мы ученики знаем, что три дневки – это минимальное консолидационное накопление, которое может дать возможность открыть сделочку и заработать на этом. То есть минимальное консолидационное накопление, которое дает подтверждение для потенциальной защиты. Потенциальная защита подтверждена в виде трех дневочек консолидации, Таким образом у нас определяется дальнейшее направление по инструменту в сторону защиты, то есть в сторону шартовых проливов вниз, которые у нас произошли по доллар-франку 3 и 4 апреля, что здесь в принципе и произошло. Смотрите, одна выносная дневочка, понедельник вынос коротких стопов, тем не менее мы еще находились в рамках защитных движений вниз, перекрыть шартовый, который произошел во вторник 11 апреля и посмотрите, какие замечательные у нас здесь движения вниз прошли по доллар-франку. Просто шикарный шорт, шикарный шорт, на котором вы также могли заработать, не пастфактум, ребят, все в публичных моих обзорах, все в моих обзорах вы можете видеть на моем ютуб-канале Marie KuchtoTrader, здесь вы можете подписаться и получать от меня не только раз в неделю обзоры с торговыми рекомендациями, но и на своем ютуб-канале я записываю торговые рекомендации. Когда они формируются, когда формируются торговые паттерны, когда формируются соответствующие торговые ситуации по рынкам, я записываю торговые, вернее, видео с торговыми идеями по крипторынку, кстати говоря, по крипторынку здесь шикарно у нас просто отработались лонги, кому интересно, посмотрите, вот криптовалютный рынок, торговые рекомендации, вот это видео, можете посмотреть и сами не пастфактум все увидеть, как я спрогнозировала крипту, что сейчас делает крипта. Но крипта это, конечно, шик, ребят. Я на текущей неделе, потом скажу, в третьем блоке, я по крипторынку очень много новых сигналов для своих подписчиков рекомендовала торговать, очень много сигналов было, которые сейчас плюсуют. Все сигналы по крипторынке сейчас у меня плюсуют. Замечательные лонги, замечательные паттерны, несмотря на то, что длительное накопление позиций нужно было немножко подождать, то есть некоторые сделочки у меня висят еще с марта, некоторые сигналы. Некоторые сигналы были текущие на текущей торговой неделе, 4 сигнала было новых по крипте, не учитывая биткоина, который был еще на позапрошлой торговой неделе. Тоже все об этом расскажу в третьем сегодняшнем блоке. Тем не менее, можете посмотреть мое видео «Криптовалютный рынок». Вы также имели возможность купить не только те инструменты, которые я в закрытом канале давала, но и другие инструменты, ребят. То есть публичные идеи, которые были не постфактум даны еще в конце марта, я отработала в виде торговых идей в закрытом канале. И сейчас вы сами можете видеть отработку не постфактум, отработку этих торговых рекомендаций. Замечательный публичный прогноз в лонг, посмотрите мое видео и убедитесь в том, что действительно правильный анализ, правильный торговый паттерн, правильно определенная картинка дает соответствующую реакцию. 80% отработки, если есть торговая ситуация, если есть торговый паттерн. Ну что ж, доллар-франк у нас не исключение, ребят, я уже вам доказала то, что действительно доллар-франк просто шикарно отработал продажи. Здесь у нас замечательный был паттерн, перекрытие шартовые, и сразу в моменте мы ушли вниз. Даже не получилось увидеть какой-то внутренний дневочкой после перекрытия, но тем не менее отработка произошла. Шарты мы с вами увидели по USDCIF, и если вы шартили данную валютную пару по моей торговой рекомендации, если вы там нашли соответствующую точку входа, о чем я говорила еще в начале сегодняшнего обзора, вы могли на этом замечательно заработать. Так, еще я рекомендовала открывать покупки по фондам индексом S&P500 и NASDAQ. Давайте посмотрим по фондам индексом S&P500, что здесь было. Значит, у нас получается открытие пятницы, 7 апреля, вот смотрите, где понедельник открывается, достигает поддержки, которую я говорила на обзоре, 40х80, то здесь у нас даже не было никакого выноса. То есть если валютный рынок, евро-доллар, дикси и доллар-франк показали небольшие выносы тех ценовых уровней, о которых я говорила на обзоре в прошлом, то S&P500 у нас показал замечательную, замечательную реакцию на откатную зону поддержки, на которую я, вернее, обращала внимание в предыдущем своем обзоре. 40, 75, поддержка. Смотрите, просто замечательно мы здесь выросли от этого уровня поддержки, среагировали на данную поддержку, импульс на реакцию наверх, закрытся дневочки с поджатием, и это значит, что S&P у нас подтвердил лонговые направления, и вы, в принципе, имели возможность купить данный фондовый индекс. Я напомню, что в закрытом канале я удерживаю покупочки по S&P500 еще с марта, то есть еще 24 марта мы покупали в закрытом канале фондовый индекс S&P500, и сейчас 40% позиций удерживаем среднесрочно. То есть я не докупалась в закрытом канале, то есть нет смысла, потому что у нас покупка висит, покупка среднесрочная. Среднесрочный трейдинг – это часть моих торговых сигналов. Если вас интересуют среднесрочные торговые рекомендации, вы также можете подписаться на мой закрытый канал и получать от меня не только интердей торговые идеи, но и краткосрочные и среднесрочные торговые рекомендации. И S&P не исключение. Смотрите, S&P500, значит, понедельник, реакция на поддержку, о которой я говорила, вторник у нас получается внутренняя дневочка, среда, попытка уйти наверх, не получилось, чуть задавили вниз, и четверг лонговые перекрытия. Подтвердили дальнейшее лонговое настроение, подтвердили лонги по S&P500, это значит, что сейчас можно пробовать работать на покупку. Вопрос только в стоп-лоссе, вопрос только в том, с текущих ли мы уйдем на покупку, либо еще будет какая-то небольшая коррекция. Коррекция в чем? В перекрывающем импульсе, который у нас произошел 13 апреля в четверг. То есть, возможно, еще до набора торговой позиции будет, тем не менее, направление лонговое, направление понятное и направление с целью на пробитие максимума, которое мы с вами видели ранее. То есть, здесь еще на ценовой отметке 41.75, чем мы с вами видели максимумы текущие по S&P500 в феврале. Я думаю, что эти максимумы мы будем пробивать и дальше двигаться на север. И NASDAQ, ну, в принципе, NASDAQ тоже сегодня анализировала в начале, в первом блоке. Посмотрите, кому интересно. Ребята, NASDAQ на прошлой торговой неделе рекомендовал открывать селанги. То есть, в принципе, мы сейчас находимся на той же ценовой зоне. Еще немножечко донабрали торговую позицию. Сейчас не буду останавливаться на анализе NASDAQ, потому что проанализировала его в первом блоке сегодняшнем. Посмотрите, кому интересно. Скажу в двух словах. Покупки выше поддержки для 12.900 с целью на прорыв сопротивления 13.230 и выше. Можно с текущих покупать. Стоп-лосс выставляем за минимум перекрывающего импульса, который у нас произошел 13 апреля в четверг. Ну что ж, это был анализ моих предыдущих торговых рекомендаций. Сами видите, как отработались мои идеи, как я рекомендовала открывать покупки по фондовым индексам, по евро-доллару. Евро вообще просто шикарно отработалось. Продажи по дикси, по доллар-франку. И видите текущую картинку по этим инструментам. Валютный рынок, ребят, сейчас пока не трогаем. Валютный рынок сейчас сложный, поэтому сегодня торговые рекомендации от меня мы получали по фондовым индексам и по крипторынку. Но, тем не менее, ситуация понятная по этим рынкам. Ситуация довольно определенная. Ищите точки входа, либо подписывайтесь ко мне на закрытый телеграм-канал и будете получать точки входа от меня. Ну что ж, теперь давайте перейдем к третьему блоку сегодняшнего обзора. Третий блок – это сигналы, которые получали подписчики в моем закрытом телеграм-канале. Ребят, на этой, вернее, предыдущей торговой неделе я в закрытом канале работала исключительно с валютным рынком, валютными парами Австралии с Новозеландица и с крипторынком. То есть это все инструменты, все, значит, рынки и все инструменты с этих рынков, с которыми я работала на прошлой торговой неделе. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Начнем с вторника, потому что в понедельник не было торговых сигналов. Вторник, 11 апреля. Вот смотрите, закрытый канал ВИБ Мария Кухта. Еще раз скажу, что если вы желаете получать от меня торговые сигналы по основным финансовым инструментам, по валютному рынку, криптовалютному рынку, фондовым индексом, металлом, товарно-серьевому рынку, фондовому рынку, Если вы желаете получать от меня торговые идеи, торговые рекомендации, можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал и будете получать от меня торговые идеи в графическом формате с последующими сопровождением этих торговых рекомендаций, с четким уровнем стоп-лосса, куда нужно выселить стоп и так дальше. В принципе, все эти моменты вы будете получать от меня в закрытом моем канале VIP Мария Кухта. Итак, вторник открывается, значит, первый торговый сигнал от меня – покупка новозеландского доллара. Почему покупка, ребят? Ну, это была на самом деле рисковая покупка. Рисковая покупка мои ученики знают, я уже объясняла, почему. Потому что я пыталась, скажем так, пыталась собить перекрытие по новозеландцу. Я пыталась, почему, потому что можно было использовать в данном случае короткий стоп-лосс. Но, тем не менее, тем не менее, новозеландский доллар во вторник – это единственный инструмент, который обновил минимумы предыдущего дня, то есть понедельника. И, соответственно, я получила стоп-лосс. Стоп-лосс по новозеландцу во вторник, вот покупка. Торговая идея, куда выставлять стоп-лосс, вы знаете, что новозеландский доллар обновил минимумы понедельника. То есть, в принципе, здесь мы обновили эти минимумы. Но почему покупала, почему решила и рискнула, рисково открыть покупки, рекомендовать, вернее, открывать покупки, потому что ранее мы шикарно заработали на покупочках по NZD-юзда. Что я, в принципе, здесь написала в закрытом канале и рискнула определить дальние шланги с текущих. Но итог стоп-лосс. Тем не менее, в четверг, спустя два дня, то есть вторник стоп-лосс, в четверг я увидела перезаход по NZD-юзда и замечательный лонг удалось словить, замечательный импульс наверх удалось словить по данной валютной паре в закрытом канале. Но об этом чуть позже. Давайте посмотрим дальше, что было во вторник, что происходило в закрытом канале во вторник. Значит, это сопровождение предыдущей торговой рекомендации по крипте на покупочку AVAX-юзда-тест. Смотрите, удерживаем покупку, неплохо растем. То есть здесь ранее мы покупали AVAX. И вот сопровождение торговой позиции от меня ведется. Дальше, давайте дальше смотреть. Значит, LRC тоже самое. LRC удерживаем покупку. В принципе, мы здесь находились на том же ценовом уровне, что и мы покупали. Но, тем не менее, я вам потом покажу, что сделала данная криптовалютная пара, что сделала данная криптовалютная монета на самом деле. Там был очень сильный памп, на котором можно было шикарно заработать. То есть отработка торгового лонгового паттерна у нас произошла отличная. Чуть позже это покажу. Так, LRC удерживаем покупочку. И смотрите, свежие торговые рекомендации по крипте во вторник. То есть написала, что по крипторынку есть замечательные паттерны, можно покупать. И посмотрите, какие я торговые идеи отобрала. Neo-юзда-тэп-покупка. Дальше, Algo-юзда-тэп-покупка. Смотрите, куда выставлять стоп-лосс, тоже обязательно указываю. Потом сопровождаю торговую позицию. Link-юзда-тэп-покупка. То есть это крипта. Крипта у нас сформировала отличные ситуации на этой торговой неделе. Как я уже сказала, я сакцентировала свое внимание на австралийца, Новозеландца из валютного рынка и на крипте. А потому что крипта просто шикарно набрала торговую позицию. И я думаю, что дальше у нас будет хороший выстрел на север по крипторынку. Эфир-классик. Эфир-классик на самом деле тоже отлично сейчас растет. Но тем не менее, я 30% позиции зафиксировала на первом импульсе. Стоп-лосс перелав без убыток. И меня по без убытку здесь вынесло. Потом тоже покажу. Так, вот смотрите, эфир-классик. Сразу импульс наверх. Стоп-лосс перелав без убыток. И по без убытку оставшуюся часть позиции вынесло. Так, потом вот написала, что по стопу выход по новозеландскому доллару. Это все вторник. Так, так, так. И сопровождение по НЕО, что локально мы уже растем. То есть покупку себя локально отрабатываем. Среда, 12 апреля. Посмотрите, эфир-классик написала, оставшаяся часть позиции закрыта по без убытку, как я уже сказала. Значит, золото, сопровождение, среднесрочная торговля. Чуть позже покажу золото. Это когда будем четвертый блок рассматривать, среднесрочный трейдинг. Так, евро, среднесрочный, это все в четвертом блоке. И среда, покупка по OutUSD. Ребят, 12 апреля. Среда, австралийский доллар, торговая идея на покупку. Смотрите, где покупала. Куда выставила стоп-лосс. И давайте теперь посмотрим OutUSD. Значит, что сейчас у нас, что у нас по австралийскому доллару. Смотрите, где покупала. Вот, среда, 12 апреля. Стоп-лосс сюда. Какая у нас замечательная, просто шикарная отработка по австралийскому доллару. То есть мы пробили вот эти предыдущие максимумы. Предыдущие максимумы, которые мы с вами видели в месяц апреля. Здесь я зафиксировала, ну, чуть ниже зафиксировала 30% позиции на покупку. Тем не менее, сейчас позиция еще в рынке. Я считаю, что у нас еще лонговое настроение сохраняется. Стоп-лосс в безубытке. Будем ждать. Будем ждать дальнейшего подтверждения, скажем так, лонгов. И дальнейшего действия на графике по данному инструменту. Тем не менее, сейчас лонги еще в силе. Паттерн себе шикарно отработал. Стоп-паттерн на покупку, который подписчики от меня получали в среду в закрытом канале 12 апреля. То есть покупка, отработка, отличный лонг, отличный паттерн, шикарная сделка, короткий стоп-лосс. И можно было взять хорошее соотношение. То есть кто торгует интердей, ребят, могли уже зафиксировать. Мои подписчики бывают интердей уже фиксируют сделочки, если есть хорошая отработка. Поэтому могли зафиксировать и замечательно заработать на покупке валютной пары OutUSD. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас произошло дальше. Значит, Австралия, сопровождение позиций. Смотрите, значит, импульс наверх, это дневочки. Все дневные таймфреймы, только дневки анализирую. Евро, значит, евро, сопровождение среднесрочного лонга, потом покажу в четвертом блоке. OutUSD, стоп без убытки, сопровождение, да. И, смотрите, четверг, 13 апреля, покупка по NZDUSD. Перезаход на покупку по данной валютной паре. Смотрите, где я дала перезаход? После локального такого перекрывающего импульса наверх. Здесь немножечко такой был сложный паттерн, но, тем не менее, мы находились еще в лонговой формации. Мы не нарисовали перекрыть шартового, то есть мы не нарисовали каких-то моментов, которые бы в обратную сторону показывали направление по NZDUSD. Поэтому я решила перезайти на покупку в четверг. И, смотрите, давайте посмотрим, что NZD сделал у нас в четверг. Смотрите, четверг, 13 апреля, NZDUSD, шикарный импульс наверх. Здесь зафиксировала 30% позиции на покупку, фактически на максимумах. Стоп-ласс привела без убыток, но, как видите, оставшаяся часть позиции, вернее, выбита по без убытку. Тем не менее, тем не менее, паттерн себя отработал, паттерн себя шикарно просто показал лонговое направление, лонговую отработку, лонговый импульс. И это значит, что я правильно определила покупки, правильно определила рынок, правильно определила сделку и точку входа, о чем я говорила в сегодняшнем обзоре в начале, ребят. Точка входа очень важна, то есть направление может быть, направление мы можем увидеть, но точка входа – это очень важная часть для открытия сделки, очень важная часть. Мы должны понимать, где нужно открыть эту сделку, когда у нас уже есть достаточная информация для того, чтобы открыть сделку, где можно чуть-чуть рискнуть, да, где можно, вот как по новозеландскому доллару. Я фактически здесь чуть-чуть рискнула, потому что я уже, значит, наперёд определила вот это перекрытие, вот этот импульс. Хотя, хотя риск был оправдан тем, что мы, как я уже сказала, находились еще в более крупном лонговом паттерне. То есть здесь у нас не было, не было отмены лонгового сценария. Вот это был ключевой момент. Плюс точка входа как на дневном таймфрейме, так и на часовом таймфрейме, которое подтверждалось локально. То есть мои ученики знают, когда нужно в моменте локально подтверждать точки входа и так дальше. Так что все эти моменты все использовала по NZDUSD и замечательную отработку мы с вами в четверг увидели по данному инструменту. Поэтому мои подписчики заработали на покупке по NZDUSD. Так, давайте дальше смотреть, что дальше было в закрытом канале. Значит, австралийский доллар. Вот фиксируем 30% позиции на покупку стоп без убытков. Сопровождение австралийца, новозеландский доллар. Так, 30% позиции фиксируем. Видите, где зафиксировал? Фактически на максимумах по новозеландцу. Отлично, мы здесь себя отработали. Дальше среднесрочный трейдинг по золоту. Сейчас покажу. По биткоину тоже среднесрочный трейдинг. Сопровождение. И пятница, 14 апреля по крипте. Ребят, импульсы лонговые по крипте прошли. Фиксировала часть позиции на покупку. ЛРС, смотрите, покупка. Здесь фиксация 30% прибыли. Давайте посмотрим торговый сигнал, если интересно. Вот торговый сигнал на покупку. Вот правильный стоп-лосс. Правильный стоп-лосс позволяет быть на плаву нашей сделочке, позволяет удержаться в рынке, позволяет рынку подышать, если это нужно. И соответствующую реакцию вы сами можете видеть по ЛРС. Кстати говоря, ЛРС хотела бы вам показать. Значит, по ЛРС у нас замечательный прошел памп. Смотрите, что сделала криптовалюта ЛРС. Вот покупка. Вот, 29 марта. Смотрите, пробили фактически, ну, достигли, да, вот этих максимумов. Максимумов месяца февраля. Посмотрите, 0,4757. Здесь я даже боюсь все это в проценты перевести, потому что на самом деле просто шикарный памп, просто шикарный импульс, на котором можно было заработать. И если перейти на часовой таймфрейм, вы увидите, что было время, здесь действительно было время фиксироваться. Поэтому я написала своим подписчикам, кто успел зафиксироваться отлично, кто не успел продолжаем удерживать слонги, потому что у нас дальнейшее лонговое настроение по данному криптовалютному инструменту сохраняется, ребят. Так, ЛРС проанализировали. Дальше, дальше давайте смотреть. Слинк. Так, это предыдущие идеи. Так, секундочку. Значит, вот. Пятница. Значит, авакс. Фиксируем 50% позиций на покупку. Вот где я покупала авакс. Посмотрите, что сейчас делает авакс. Давайте посмотрим торговый сигнал на покупку. Вот он, торговый сигнал по авакс. Куда выставлять стоп-лосс? Видите, правильный стоп-лосс позволяет рынку подышать, если нужно, донабрать торговую позицию. И давайте сейчас посмотрим, что же делает авакс на текущем рынке. Так, одну секунду. Сейчас увидим. Вот авакс. Смотрите, дальше продолжаем расти. То есть, в принципе, мы здесь находимся в лонговом тренде. В лонговом тренде локальном. В лонговом тренде после того, как мы сформировали замечательный, такой длительный лонговый паттерн, лонговый паттерн, который уже начинает отрабатываться, и на котором мои подписчики уже зарабатывают. Но, тем не менее, ребят, я бы хотела отметить, что вы также имели возможность зарабатывать на крипте, на покупке крипты, потому что я еще ранее, вот еще ранее снимала, две недели назад записывала обзор криптовалютный рынок, торговые рекомендации. То есть, вы могли по моим рекомендациям, вы могли купить крипту и на этом замечательно заработать. Поэтому, если вы смотрели мои обзоры по крипторынку, если вы смотрели мои обзоры предыдущие, вы могли увидеть, что я рекомендовала открывать покупки по крипте, и какие инструменты я отобрала, и все это вы сейчас сами можете видеть не постфактум. Посмотрите сейчас это видео, если вам интересно, посмотрите, где сейчас те монеты, которые я отбирала, и сами убедитесь в том, что действительно паттерны работают, действительно рынок ходит по торговым паттернам, по торговым накоплениям, по правильным графическим формациям, которые можно прочитать и на которых потом можно заработать. Так, АВАКС проанализировали, дальше, дальше сопровождение, сопровождение торговых позиций следующих. Так, ALGA, ALGA это сопровождаем торговую позицию, пока в рынке, пока лонги сохранятся, NEO то же самое, но NEO на самом деле неплохо растет сегодня, давайте посмотрим NEO, сейчас я вам покажу, где я открывала покупочки по NEO, вот, вчера, сегодня, значит, покупки по NEO, давайте посмотрим, вот NEO, значит, 12.45 ценовая, зона, куда ставить стоп-лосс, покупки на пробитие вот этих максимумов целей для роста, и давайте сейчас смотреть NEO, смотрите, 13.02, мы уже в плюсе, вот 12.45, и в каком хорошем плюсе мы уже за вчерашний, и, в принципе, сегодняшний день тоже подтверждает дальнейшую лонговую перспективу по данному криптовалютному инструменту, поэтому цели для роста пробития ценовой отметки 13.5 и выше, только покупки, я думаю, что тоже можем видеть хороший памп по данному инструменту, возможно, и хорошее ралли увидим наверх, поэтому, поэтому продолжаю удерживать в закрытом канале покупки по данному инструменту, так, и давайте дальше смотреть, вот, пятница, еще фиксация одной прибыли по криптовалютному рынку, линк и СЗТ, чейн линк, ребята, покупочка вот здесь, и, смотрите, фиксация 50% позиции на покупку зафиксировала, давайте посмотрим покупку по линку, покупка 11 апреля, смотрите, где мы здесь находились, то есть все торговые паттерны отбираю исключительно по своим торговым ситуациям, которые я понимаю, которые я понимаю на графике, то есть графические ситуации, которые я понимаю, которые я отрабатываю, которые я советую торговать в моем закрытом канале, и отработку вы сами можете видеть, то есть шикарные лонги, шикарные лонги по крипте, вы также не по стфактум получали в YouTube-канале, на видеообзорах в YouTube-канале по криптовалютному рынку торговые идеи по крипте, в закрытом канале подтверждение всех этих идей, также были и другие рекомендации, не только те, что давала публичным, непосредственно точки входа в моем закрытом канале, и вот последний из торговых сигналов по крипте, это ANKR, это то, что я вам говорила сегодня, то есть покупка по данным криптовалютному инструменту, вот в VIP-канале, продублировала в открытый телеграм-канал, сейчас покажу, так, вот это по LRC показывал, сопровождение по нашему, смотрите, сколько у нас сейчас висит инструментов по крипте в закрытом канале, в том числе и биткоин, сейчас покажу, по биткоину у нас уже среднесрочная покупочка получается, удержание среднесрочных лонгов, сейчас покажу, так, 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 и промежуточный результат по моим торговым рекомендациям в закрытом канале VIP-мария Кухта, я продублировала в открытый телеграм-канал, продублировала в своих, значит, в своих ресурсах в фейсбуке, на своей странице Марии Кухта Capital, в своей закрытой группе Марии Кухта Trader, на своей странице Марии Кухта, если интересно, посмотрите, также в открытом телеграм-канале вся эта информация есть, почитайте, какие сейчас у меня есть торговые идеи, которые уже на текущий момент частично реализованы, частично еще в рынке, частично еще некоторые позиции еще удерживаем и с текущим риском, с которым покупали, то есть по-разному, по-разному сопровождают торговые позиции, в зависимости от того, как рынок реагирует, как рынок показывает реакцию, вернее, на торговую формацию, если мы уходим в неплохой плюс, частично фиксируем, что площадь без убыток и дальше сопровождают торговую позицию. Так, значит, это сказала, и теперь давайте перейдем, так, еще хотела показать, еще хотела показать в открытом канале, вот, кстати, вот продублировала промежуточный результат в открытом канале и торговый сигнал по крипте, вот, ANKR, USDT, покупка, смотрите, мы здесь находились еще в минусовой зоне сегодня, минус 0,41, видите, процент здесь видно, и давайте сейчас посмотрим, вот, плюс 2,26, то есть мы уже в плюсе, кто в закрытом канале, в открытом канале, прошу прощения, Мария Кухтотрейдер находится, кто торгует крипту, вы могли купить и уже быть в неплохом плюсе, в моменте, смотрите, мы еще выше уходили, то есть вот интердей, отработка, ну, я думаю, что этим мы не ограничимся по данному инструменту, то есть мы уйдем выше, уйдем дальше, потому что здесь перспектива отличная. На открытый канал Марии Кухтотрейдер также подписывайтесь, ребят, здесь я часто дублирую, значит, отработку по моим торговым рекомендациям, вы можете видеть, как отрабатываются мои сделки, паттерны, сами учиться по этим паттернам, то есть это тоже часть информации для вас, часть материала для вас, по которому вы можете черпать для себя необходимую информацию и, значит, на этом учиться, и на этом можете в перспективе, этого может приносить прибыль. Кроме того, торговые идеи публичные я дублирую сюда, то есть свои видеообзоры сюда дублирую, также показываю, вот как мои подписчики зарабатывают, вот подписчицы по сигналам, да, вот как она зарабатывала на моих торговых сигналах, значит, публичные рекомендации, вот Avax LRC Link показала, вы можете на этих графиках учиться, очень хорошая информация на самом деле, поэтому подписывайтесь и получайте от меня вот такие вот посты, это тоже отзыв от моей ученицы, если интересно, почитайте, на самом деле, с нуля, я с нуля начинала ознакомиться с рынком и очень хороший результат, очень хороший, она как раз сегодня мне отправила несколько торговых идей, три торговых идеи, и, в принципе, у меня ни к одной идее не было каких-то замечаний, то есть все идеи выбраны правильно, все идеи проанализированы правильно, очень хороший результат, спустя восемь занятий, ребят. Но этим не ограничиваются мои обучения, да, курсы обучения, я провожу работу со своими учениками еще полгода, да, даже больше, да, уже смотрю, как нужно, сколько нужно, значит, проработать с тем или другим учеником, то есть на что нужно еще обратить внимание, какие моменты еще нужно проработать, и так дальше все это, все это обращаю внимание, и все это прорабатываю еще на протяжении шести и больше месяцев после окончания курсов обучения. Для чего? Для того, чтобы на практике уже человек все сам попробовал, все сам прошел, если будут какие-то вопросы по факту, обращается человек ко мне, то есть я отвечаю, я всегда, значит, предоставляю фидбэк для своих учеников, и, соответственно, помогаю с анализом рынка. Так, здесь вот я показываю тоже отзывы от подписчиков в моем закрытом канале, то есть действительно человек написал, что зарабатывает на моих торговых сигналах по валютному рынку, значит, и по крипте, тоже я знаю, что он торгует, тоже зарабатывает по крипто моим торговым сигналам. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Marie KuchtoTrader, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал Marie KuchtoTrader, то есть здесь тоже будете в виде обзоров, вернее, получать торговые идеи от меня. И сейчас давайте еще перейдем к четвертому, к четвертому, ребят, блоку сегодняшнему, и это среднесрочный трейдинг, среднесрочная торговля. Посмотрим, какие еще у нас есть сделочки среднесрочные, значит, в закрытом канале. Биткоин. Давайте начнем с биткоина, ребят. Биткоин продолжаю удерживать без убытки. Покупала, вот смотрите здесь, торговый сигнал на покупку по биткоину 6 апреля в четверг получили от меня подписчики моего закрытого телеграм-канала. Посмотрите, значит, здесь я зафиксировала еще ранее 50% позиций на покупочку, вот здесь вот зафиксировала 50%, и оставшиеся 50% продолжаю удерживать. То есть это сопровождение уже торговой позиции по биткоину, то, что мы дальше удерживаем лонги, у нас лонговая перспектива сохраняется, лонговое настроение сохраняется, нет отмин лонгового сценария. Давайте пройдемся по привязанным этим постам по биткоину, да. Значит, 50% зафиксировали, я вам показала где, и непосредственно сама покупка. Вот смотрите, покупка, возможность отката, что в принципе и произошло. Значит, и вот цели для роста. 3000 цель, которую я озвучивала в обзоре предыдущем, то есть в предыдущем обзоре я тоже делала апдейт по своему торговому сигналу закрытого канала. Кому интересно, тоже посмотрите, вот здесь есть на Марии Кухтотрейдер, там, где торговые идеи Forex и S&P, плюс разбор по ТСС защитный трейдинг. Посмотрите, увидите биткоин. Я разбирала свой сигнал закрытого канала, и там я четко еще ранее обозначила, что цель для роста ценовая отметка в 3000 по биткоину, что мы в принципе сделали, да, еще и выше ушли. Так, биткоин показала среднесрочный трейдинг. Дальше следующая среднесрочная позиция, которая у меня присутствует в закрытом канале, это золото, ребят, ну на самом деле золото, просто шикарный лонг. Смотрите, где покупала, здесь зафиксировала еще 30% позиции на покупочку, сейчас покажу, где оставшиеся 40% позиции удерживаем, сейчас покажу, где, значит, первые 30% фиксировала, смотрите. А вот и сама торговая рекомендация на покупку. Вот золото лонг, ребят, куда ставить стоп-лосс, правильный стоп-лосс, дал возможность удержаться в рынке, дал возможность, значит, подышать рынку, чтобы было, в принципе, нужно немножечко золота для того, чтобы донабрать локальную торговую позицию, но тем не менее отработка шикарная, отработка шикарная по золоту у нас произошла. Давайте посмотрим. Сейчас золото, значит, вот золото, смотрите, вот здесь еще 30% позиции зафиксировала, а вот это покупочка. Среднесрочный трейдинг, ребят, сопровождаем еще оставшиеся 40% позиции на покупку, стоп-лосс без убытки и ожидаем дальнейшего роста, потому что золото пока не нарисовало, никакой отмены лонгового сценария, у нас только лонги по данному металлу. И S&P 500, среднесрочный трейдинг, давайте посмотрим, где покупала фондовый индекс S&P 500, ребят, сопровождение позиции, продолжаем удерживать оставшиеся 40% позиции на покупку, стоп без убытки, посмотрите, где покупала фондовый индекс, сейчас вам покажу, вот где фиксировала 30%, вторые 30%, вот где фиксировала первые 30% позиции на покупку, а вот, значит, и сама покупка по фондовому индексу S&P 500, смотрите, вот где. Поэтому, если вы также желаете получать от меня торговые сигналы среднесрочные, не забывайте подписываться на мой закрытый телеграм-канал. Ребят, евро, евро-доллар, среднесрочный трейдинг, удержание позиции на покупку среднесрочно, еще в марте я покупала, еще что-то ранее, ранее покупала евро-доллар, уже месяц фактически мы удерживаем покупочку по евро, сейчас покажу, смотрите, сопровождение продолжаем удерживать оставшиеся 40% позиции на покупку по евро, написала 12 апреля в среду, посмотрите, где покупала, сейчас покажу, и даже я сейчас хотела бы показать вам, что сейчас сделала евро уже на текущий момент, то есть актуальная информация, вот, смотрите, что евро, евро обновило максимумы месяца, значит, там, февраля, начало февраля, замечательный, замечательный просто лонг у нас здесь получился, покупка 20 марта и удержание сделки, ну, фактически месяц, ребят, фактически месяц мы удерживаем покупочки по евро, 40% позиции в рынке, сейчас покажу, где фиксировала предыдущие, предыдущие части позиции, вот это, значит, фиксация 30% позиции, значит, вторая, то есть вторые 30% позиции, первые 30% позиции зафиксировала, смотрите, где я сейчас покажу, вот покупка, фиксация, 30% позиции на покупку, стоп, переводим без убыток, и непосредственно торговый сигнал 20 марта, торговый сигнал на покупку по валютной паре евро-доллар, который я сейчас продолжаю удерживать среднесрочно, 40% позиции в рынке, посмотрим на торговый сигнал, куда выставляем стоп-лосс, и какое у нас сейчас соотношение, ребят, посмотрим евро, давайте я открою евро, сейчас график, значит, покупка примерно по 1.06.50-55, стоп-лосс по 1.06, то есть в принципе там около 60 пунктов стоп-лосс, и евро на максимуме было 1.10.70, ребят, 400 пунктов по четырехзнаку покупки по евро с риском 50 пунктов, сами посчитайте, то есть замечательная у нас отработка по евро, 8 к 1, то есть 50 пунктов стоп-лосс, 400 пунктов профит, и то мы еще не зафиксировали эти 40%, мы еще их удерживаем, 8 к 1 по евро-доллару, то же самое можете посчитать по S&P 500, по биткоину, по золоту, поэтому то, что в моменте у меня иногда получается чуть побольше стопы, это только для того, чтобы этот стоп помог мне дальше удержаться в рынке, если рынок еще будет донабирать торговую позицию, если рынку еще нужно будет подышать и так дальше, то есть эти моменты все рассказываю на курсах обучения, если интересно, записывайтесь на курсы обучения, все у меня подробно узнавайте, все эти моменты, все эти нюансы рассказываю на курсах обучения, поэтому, ребят, это были среднесрочные торговые идеи закрытого канала, которые я продолжаю удерживать, покупка по биткоину, покупка по золоту, покупка по евро-доллару, покупка по фондовому индексу и S&P 500, эти сделки я рекомендовала открывать по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, это торговая стратегия, которую я разработала на протяжении 9 лет в трейдинге, торговая стратегия, которую я использую для анализа рынка, для торговли, для понимания рынка, которую я могу вас обучить, если есть желание, для этого вы можете записаться ко мне на индивидуальные курсы обучения, на индивидуальных курсах обучения, все нюансы своей авторской торговой стратегии я рассказываю, как отбираю паттерны, как понимаю рынок, как определяю торговые формации и так далее, все эти моменты на курсах обучения. Также напомню, что есть закрытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», если желаете получать от меня торговые сигналы по основным финансовым инструментам, обязательно подписывайтесь и будете получать торговые сигналы от меня. YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», подписывайтесь, не забывайте подписываться для того, чтобы получать вовремя обзоры от меня по основным финансовым инструментам, аналитические обзоры, обзоры с торговыми идеями, с торговыми рекомендациями, но еще раз напомню, непосредственно точки входа в моем закрытом канале. И также открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер». Подписывайтесь и тоже будете получать хороший, качественный контент для трейдеров от меня. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на мои ресурсы, которые я уже завучила. Жду от вас вопросов, комментариев, жду от вас фидбэка, жду от вас реакции. Спасибо за ваши предыдущие реакции, спасибо за ваши предыдущие вопросы. Если есть вопросы по рынкам, задавайте, я буду отвечать либо в индивидуальной формате, либо на следующих обзорах отвечу. Если есть вопросы по каким-то моментам, тоже пишите в комментариях, либо пишите мне в личку «Мария Кухта», собака Мария Кухта в телеграме. Все мои контакты есть под видео. Еще раз спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, ребят. С праздниками прибыльной торговли и до скорых встреч.